Приветствую всех зрителей! Сегодня у нас самолет F-16 Digital Combat Simulator и рассмотрим средства противодействия. Они состоят из двух частей. Первая часть это наша панель отстрела всевозможных ловушек, то есть сложных тепловых целей и дипольных отражателей, а также есть панель системы электронного противодействия или ESM или RAP по-русски. И давайте начнем с первой части. Это непосредственно панель для того, чтобы использовать наши всевозможные DO и LTC, то есть так называемые контрмеры. Итак, из чего состоит эта панель? Первая это RVR, то есть включение именно системы предупреждения об облучении. Должна находиться, конечно, в положении ON. Дальше Jammer. Это непосредственно наша система противодействия. Она также должна включаться. MBS это Missile Warning System. По-моему, сейчас она не работает, поэтому она находится в положении ON. Итак, приготовили нашу панель. Далее у нас здесь есть наши дипольные отражатели и наши ловушки, то бишь сложные тепловые цели. Включаем в положение ON. После этого отображается их количество. Сейчас у нас по 60 устанавливаются либо в редакторе, либо при подвеске вооружения. Данный тумблер Jettison. Это сброс наших ложных тепловых целей. Если самолет поврежден или горит, его не трогаем, иначе мы останемся без наших ловушек. И дальше выбор программ. Здесь это тест. Ну и дальше это первая, вторая, третья и четвертая программа. Всего у нас доступно 6 программ. 4 можно выбрать здесь. Пятая программа у нас запускается нажатием... Сейчас опущусь пониже. Вот этой вот кнопочкой, чтобы вы видели. Это пятая программа. Ну и шестая программа запускается переключателем Counter-Measure Switch Left, то бишь влево. Находится это все в настройках HOTAS. Давайте зайдем сразу в настройки управления, и я вам покажу. Вот он ROOS. Переключайтесь средств защиты влево, вперед, вправо и вниз. Ну и последнее. Это здесь находится наш переключатель режимов. В положении OFF это выключено, STANDBY это ожидание, ручной это мы вручную выбираем нашу программу, и вручную также запускаем непосредственно наш подстрел тепловых целей. Запускается он Counter-Measure Switch Forward. Дальше по SEMI это полуавтоматический. Сами выбираем, сами запускаем. Ну вот здесь вот, на этом экранчике нам компьютер подсказывает, когда нам надо запустить программу. Автокомпьютер выбирает, запускает, все делает сам. Ну и байпас, как и на F18, когда мы нажимаем Counter-Measure Switch Forward, то происходит отстрел одного DO и одного LTC. Давайте сразу я это продемонстрирую. Зажатие этой клавиши происходит, видите, нажимаем Counter-Measure Switch Forward и идет отстрел ложной тепловой цели и дипольного отражателя. Далее давайте посмотрим, что означает какая программа. Вставлю я в режим Manual. Первая программа по умолчанию у нас это 10 ложных тепловых целей и 10 дипольных отражателей медленно. Вторая это 10 DO и LTC быстро. Третья это 5 DO и 5 LTC медленно. И четвертая это 20 DO и 20 LTC быстро. Давайте вот попробуем, например, третью и посмотрим. Опять же, 5 дипольных отражателей и 5 ложных тепловых целей, видите, отстреливаются в медленном режиме. Так что вот, в принципе, по системе отстрела ложных тепловых целей и дипольных отражателей, наверное, все. Здесь, ну, видите, показывается остаток. Еще также по настройке самих программ. Есть, нажимаем сюда лист, нажимаем 7. Заходим в меню КМС. Здесь можно поставить число Бинго, ну, так называемый аварийный остаток настроить. Здесь включаются вот эти звуковые предупреждения, когда компьютер вам будет подсказывать. Ну, обычно их все ставят вон, иначе вы просто-напросто ничего не услышите. Если данным тумблером щелкаем в положение Sequence, и здесь можно настраивать наши программы. Видите, первая программа, количество, интервал, опять же, серия, интервал. Если надо, например, вторую программу посмотреть, вот, пожалуйста, видите, первая программа, как я говорил, 10 медленно. Вот, смотрим, да, видите, интервал 1 секунда. Дальше, следующее, 10 быстро, интервал полсекунды, опять же, 5 медленно, и, соответственно, 20 быстро. Ну, можете сами данным переключателем переключать вверх-вниз между разными меню, и настраивать те значения, которые вам необходимы. Ну, и потом ретурн, возвращайтесь в меню. Это все вкратце, что я хотел сказать по дипольным отражателям и ложным тепловым целям. Теперь давайте перейдем к контейнеру RAP. Теперь переходим к режиму электронного противодействия или RAP. Что нам для этого надо? Нам нужна, как я говорил, вот эта вот панель электронного противодействия, а также вот эта вот лампочка сигнализирует зеленое о том, что сейчас наш контейнер RAP излучает. Но это как бы дублируется то, что написано на панели. Сейчас пройдемся по этому. Итак, что нам надо на панели RAP знать? Первое. Это тумблер включения. Operate Operations. Standby это режим ожидания. Off это выключено. Bit это тестирует всю подсветку. Далее, ну, Дима это, понятное дело, регулирует яркость подсветки данных кнопок. Данный тумблер отвечает за переключение режимов RAP. И данные кнопки отвечают за диапазоны, каких излучает RAP. Их всего 6 кнопок, 2 данные кнопки не реализованы. Что означают надписи на кнопках? S это Standby. Питание подано на контейнер. Контейнер не излучает. A это актив, готов к излучению, но не излучает. T это Transmitting, то бишь излучает. И F это Fail, то есть отказ. Теперь давайте посмотрим, что у нас в данном переключателе режима работы RAP. 1 и 2 это у нас так называемые режимы SPG, Self-Protect Jammer. И интеллектуальные режимы. Первый режим это SPG с приоритетом радара. Второй режим это SPG с приоритетом RAP. Что это означает? Первый режим приоритет радара. Это означает, что когда вас захватил противник, то наши средства противодействия RAP автоматически включаются на излучение в момент захвата. Но при этом вы можете пользоваться вашим радаром. То есть радар ваш функционирует. В режиме 2, опять же, когда противник вас захватил, автоматически происходит постановка помех. Но при этом помехи более сильные и радаром вы пользоваться не можете. То есть будет работать только RAP, радар у вас не функционирует. Ну и плюс для того, чтобы работал этот режим, во-первых, надо разрешить станции RAP включиться. Это Counter-Major Switch Afterward. Это дает команду на разрешение излучения. Ну и третий режим, это режим Barrage Mode. То есть непрерывного излучения. Вы постоянно летите и глушите, светите помехами. Вот давайте нажмем Counter-Major Switch Afterward. И видите, мы перешли в режим Transmitting. То есть мы сейчас непрерывно излучаем. Здесь также горит зеленая лампочка. В режиме 1 и 2 Transmitting будет загораться только в тот момент, когда вас будут захватывать. Ну и если вы хотите отключить режим передачи, то нажимаете Counter-Major Switch Right. То бишь вправо, видите, переходите в режим Standby. Также необходимо помнить, что или знать, что в режиме 1 и 2 данный вот переключатель моды должен находиться в режиме либо Semi, либо Auto. В этих двух режимах. А если у вас находится в третьем режиме, то есть в Barrage Mode, тогда он должен находиться в режиме Manual. Ну вот, в принципе, наверное, и все по системе постановки электронных помех. Как видите, тут особо ничего сложного. Ну и, конечно, надо не забывать, для того, чтобы работала ваша система противодействия электронных помех, то должен быть подвешен контейнер ILQ-184. Если его нет, то ваша система постановки помех, конечно же, работать не будет. На этом я заканчиваю данное видео. Надеюсь, оно было интересным и полезным. И до встречи на канале. Продолжение следует...